Мошенники больше не смогут навязывать свои услуги на поверки счетчиков. 28 декабря президентом был подписан федеральный закон, который вводит изменения в порядок проведения этой процедуры. Единственным юридическим значимым результатом поверки бытовых счетчиков станет запись в электронном реестре Росстандарта. Владелец счетчика будет иметь доступ к этим данным. Чтобы увидеть всю информацию, включая дату следующей поверки, достаточно будет ввести заводской номер счетчика. При этом привычные бумажные свидетельства будут носить лишь дополнительный информационный характер. Их будут оформлять по желанию владельца прибора. Еще раз подчеркнем, без передачи сведений в цифровую базу такие бумажки будут недействительны. Нововведение снизит риск мошенничеств, когда гражданам навязывают поверку или замену счетчика под предлогом истечения сроков и требований законодательства. Не секрет, что таких злоупотреблений сейчас очень много и нередко жертвами аферистов становятся пенсионеры. Кроме того, множество поможет бороться с недобросовестными организациями, которые сейчас выдают за небольшие деньги свидетельства о поверке, но реальных испытаний не проводят. Изменения вступят в силу в сентябре этого года. Это время необходимо для доработки и отладки инфраструктуры и адаптации к ней всех участников процесса. Подробнее ситуации с поверкой и счетчиком мы просили рассказать нашу гостю. В студии Ольга Беленькая, генеральный директор некоммерческого партнерства ЖКХ Групп. Ольга Сергеевна, доброе утро. Почему стали необходимы такие изменения? Они необходимы для того, чтобы был все-таки единый информационный ресурс, где каждый мог бы проверить, поверен ли его прибор учета, может ли он использоваться в качестве расчетного и исключить все случаи подделки, фальсификации, свидетельств о поверке. Сейчас как поверка проходит? Сейчас поверка проходит таким образом, что собственник обращается в любую аккредитованную организацию, имеющую разрешение Федеральной службы аккредитации. Специалист приходит, делает на месте поверку приборов учета холодной, горячей воды, электричества, газовые счетчики, как правило, демонтируются. И их поверка производится в другом месте, а потом снова осуществляется монтаж. Если по итогам поверки установлено, что да, средство измерения работает исправно, показания достоверны, то оно в дальнейшем используется в качестве расчетного. Если нет, то производится уже замена прибора учета. Вы сказали, что обратиться в сертифицированную организацию. Как узнать, какая из них сертифицирована или нет? Потому что обычно обращаются не сами пользователи, а к ним обращаются. А им должны показать свидетельства об аккредитации. И такой специалист выдает сейчас бумажное свидетельство о поверке. Либо ставит штампик в паспорте прибора учета о том, что действительно поверка произведена, и устанавливается новый межповерочный интервал. Вот почему нынешний порядок стал полем деятельности для мошенников? И вообще в чем заключается вот этот обман? Как его распознать можно? Не раз с вашим телеканалом тоже делали сюжеты на эту тему. Начинается первое, это с запугивания людей путем размещения листовок, объявлений о том, что если вы не пройдете поверку, то вам будут начисляться нормативы с повышающими коэффициентами. Вы будете нести убытки. И человек под страхом отдает свободно деньги. Это один момент, когда поверка на самом деле не нужна. Второе, приходит специалист, не делая нужных замеров, выдает бумажку о том, что прибор учета поверен. А на самом деле, например, у него погрешность превышает допустимые параметры. И на самом деле человек слил куб воды, а прибор учета, например, показывает два куба. То есть человек даже сам должен быть заинтересован в том, чтобы была реальная поверка прибора учета и не переплачивать за недостоверные показания. Но вот очень часто в почтовых ящиках или на подъездах появляются различные уведомления о том, что в срочном порядке надо пройти поверку или даже какие-то массовые поверки ведутся. И вот даже указывают наказание, если этого не сделает. Законно ли это? Надо ли реагировать на это? На это реагировать не нужно. Первое, нужно посмотреть свою квитанцию. И, как правило, в квитанциях указывается дата истечения поверки прибора учета. Второе, нужно посмотреть паспорт прибора учета, где указан межповерочный интервал. Он может быть по разным приборам, это разные и 6 лет, и 10 лет. И третье, у вас может быть свидетельство о поверке, где также будет указан поверочный интервал. И если вы понимаете, что у вас срок истекает в 2025 году, то все эти бумажки просто нужно отправлять в урну и не заморачиваться. Ну вот что делать, если в результате поверки вам настойчиво предлагают заменить счетчик под разными предлогами? То есть мы проверяем квитанцию, да, получается? Смотрим квитанцию, смотрим паспорт счетчика. Тут все-таки, опять же, разделим. Первое, нужна ли поверка? Мы смотрим документы, паспорт в квитанции, какая дата указана. Но первосочником является все-таки свидетельство о поверке, либо паспорт на прибор учета. Другой момент, если по итогам поверки установлено, что прибор учета имеет погрешности, превышающие допустимые, то в этом случае производится замена прибора. Но специалист должен указать выявленные нарушения в работе счетчика. Но если вот на нас давят, да, говорят о том, что это необходимость, а мы понимаем, что что-то здесь не так, или, например, с теми же самыми листовками ситуация складывается неприятная, куда можно пожаловаться? Ну, здесь, если факт правонарушения не состоялся, да, реальный, то есть услугу не оказали, деньги взяли, то, ну, в остальном, в принципе, эти меры будут малоэффективны, подача жалобы куда-либо. То есть должен быть реальный ущерб. Сейчас новый регламент, сейчас все в электронном виде получается, вообще, как понять? То есть, в принципе, может быть, даже и нет смысла хранить какие-то документы от счетчика, если вся информация в цифровом виде сохранена. Запись в онлайн-реестр Росстандарта будет вноситься с конца сентября этого года. И свидетельство о поверке и штамп в паспорте будет ставиться по желанию владельца, но не обязательно. Соответственно, зайдя в реестр Росстандарта, человек вводит заводской номер прибора учета и может увидеть всю информацию по своему счетчику. Поэтому именно вот эта информационная база, она как раз исключит возможности появления фиктивных свидетельств о поверке. Сам механизм поверки, вот технологический, он остается, в общем-то, без изменений. Меняется именно результат фиксации поверки. То есть правильно понимать, что новые правила полностью защитят граждан от мошенников? Вот давайте так, мошенничество это древнейший вид преступной деятельности, защититься от которого поможет только бдительность самого человека в первую очередь. И вот механизм, ну пришел к вам, мошенник, так скажем, да, не составит труда через телефон в интернет зайти, на Росстандарт завибить заводской счетчик и тут же показать, «Ребят, ну, до свидания, у меня еще срок поверки не истек, остается несколько лет до истечения». Но хочу вот единственное все-таки предупредить граждан и об ответственности. Если истекает межповерочный интервал, по общему правилу 3 месяца человеку начисляется, исходя из среднемесячного потребления, по истечении трехмесячного периода, гражданину уже начисляется плата, исходя из норматива с повышающим коэффициентом. Поэтому если срок поверки истекает до сентября, поверку нужно пройти по действующим правилам. Если срок поверки истекает в более поздний период, то такие свидетельства, они сохраняют свою силу до истечения межповерочного интервала. Но контролировать, когда заканчивается срок поверки, нужно самостоятельно. Будьте внимательнее. Вот так вот хочется сделать вот такой. Спасибо вам большое, Ольга Сергеевна, что ответили на все наши вопросы. На студии была Ольга Беленька, генеральный директор некоммерческого партнерства ЖКХ Групп.